Сейчас мы попробуем резаком РТА-50 разрезать трос диаметром 25 мм. Мерим штангелем трос. Получается 25,7 мм. Режем. Перед началом работы всегда сначала производятся вот такие действия. Кран открывается, просто прокачивается немножко в холостую, затем кран закрывается и совершается несколько холостых ходов. Это делается для того, чтобы воздух, находящийся в модуле и в гидроцилиндре, вышел в резервуар. Чтобы инструмент исправно работал без воздуха и нормально мог совершить работу. Вот, все, сработал предохранительный клапан. Значит, сбрасываем. Под действием пружины воздух вместе с маслом возвращается в резервуар. Соответственно, нож поднимается. Так мы несколько раз можем сделать пару-тройку раз, чтобы полностью удалить воздух из гидросистемы. Нож уходит у нас нормально. И третий раз. Три холостых хода туда. И обратно. Три холостых хода. Все, резак готов к работе. Теперь нам необходимо подготовить испытуемый образец. Для того, чтобы трос на конце при резвании не расплетался. А это же, значит, у ножниц здесь принцип гильотины. И конец троса будет, естественно, стремиться расплестись. Вот, чтобы этого не происходило, одеваем, значит, конец скрепляем стяжкой проволочной. То есть, из мягкой резальной проволочки делаем стяжку. И конец троса стягиваем этой стяжкой. Вот таким образом. Чтобы он не расплетался у нас в процессе резания. Вот так вот делается. Вот теперь можно резать. Значит, берем. Вставляем трос. Либо, если, допустим, трос длинный, мы можем вытащить. Значит, здесь скоба откидная у нас. Сидит на пальце вот на таком. Мы этот палец можем вытащить. Вытаскивается. Скоба откидывается. Заводится длинный трос. Скоба снова одевается на место. Ставится. И фиксируется пальцем. Вставляем подготовленный конец испытуемого троса, который мы будем резать. Закрываем кран. И подводим начинку. Все. Нож уперся. Ну, желательно, конечно, по центру. Вот так. Так. Потому что, если большие диаметры, они должны входить. Он, резак РТА-50, режет трос диаметром до 50 миллиметров. Вот, смотрите. Он начинает его разрезать. Сначала, естественно, плющит, видите. Надо было с этой стороны тоже можно было поставить. Стянуть проволоку. чтобы он тоже не расщеплялся. Ну, в принципе, он так разрежет. Вот, пошел процесс резания щелка, не слышите? Вот. Этот отрезается, видите. Все. Вот так отрезается трос. Затем сбрасываем давление. Нож возвращается в исходное положение. Все. Спасибо. Спасибо.